Бизнес, инвестиции, бюджет, прибыль. Программа «Экономика». В студии Мария Кожевникова. Здравствуйте. В Кирове назначены новые председатели двух судов. Приказ о назначении подписал президент Владимир Путин. Согласно документу, председателем арбитражного суда Кировской области стала Анжела Потеева. А руководителем второго арбитражного апелляционного суда Алексей Семенов. Напомню, что предыдущие руководители Сергей Мартынов и Владимир Устюжанинов отработали по два максимально возможных срока на этих постах. Устюжанинов является сейчас председателем арбитражного суда Запорожской области. В Кирове его место занял судья Алексей Семенов, который до этого возглавлял арбитраж в Ивановской области. Анжела Потеева родом из Вологды, где возглавляла апелляционный арбитражный суд. Рассказал в своем телеграм-канале гендиректор группы компании «Инмедиа» Роман Данилин. И отметил, что назначение представителей из других регионов – нередкая практика для судебной системы. Цитирую, «таким образом обеспечивается равноудаленность судов от местных элит». На реконструкцию парка имени Кирова выделят дополнительные деньги. Губернатор Александр Соколов на еженедельном совещании поделился итогами заседания оргкомитета по подготовке к 650-летию Кирова, которое прошло в Москве под руководством вице-премьера Дмитрия Чернышенко. На оргкомитете договорились о том, что на реконструкцию парка имени Кирова будут выделены дополнительные деньги, рассказал Соколов. Также речь шла об увеличении средств на строительство тоннеля по Транссибам. Кроме того, в рамках подготовки обсудили идеи по развитию аэропорта Победилова и финансирование возможных проектов его преображения. Губернатор рассказал, что проект аэровокзала в стере алых парусов, которые показали федеральным коллегам, произвел на них впечатление и попросил сотрудников областного министерства транспорта подготовить заявку на ремонт аэропорта. В эфире «Экономика». Больше трети кировчан ждут к Новому году премии от начальства. Это показали результаты опроса, проведенного специалистами сервиса «Суперджоп». Получить премию по итогам года надеются 37% кировчан, причем женщин в их числе больше. Потратить премию хотят на погашение долгов и займов, на путешествия и на подарки родным. Что касается работодателей, то 40% из них собираются премировать сотрудников. 18% всех, а 22% самых лучших. Мария Кожевникова, новости экономики в Кирове.